Маджхима Никая 2 Сабасавва Сутта О всех загрязнениях Я слышал, что однажды Благословенный пребывал в Савадхе, в роще Джетте, в монастыре Анатхапиндики. Там он обратился к монахам. Монахи. Да, учитель, отвечали монахи. Благословенный сказал. Монахи, уничтожить загрязнение ума может только тот, кто знает и видит, а не тот, кто не знает и не видит. Знает и видит что? Знает и видит. Что такое правильное направление внимания для рассмотрения феноменов и неправильное? Когда монах направляет внимание неправильно, то у него в уме возникают те загрязнения, которых не было, а загрязнения, которые уже были, увеличиваются. Когда монах направляет внимание правильно, то тех загрязнений, которых у него в уме не было, не возникает, а загрязнения, которые уже были, устраняются. Первое. Есть загрязнения, которые следует устранять видением. Второе. Есть загрязнения, которые следует устранять сдержанностью. Третье. Есть загрязнения, которые следует устранять использованием. Четвертое. Есть загрязнения, которые следует устранять терпением. Пятое. Есть загрязнения, которые следует устранять избеганием. Шестое. Есть загрязнения, которые следует устранять уничтожением. Седьмое. Есть загрязнения, которые следует устранять развитием. Первое. И какие загрязнения следует устранять видением. Вот необученный заурядный человек, не уважающий благородных, не знающий и не практикующий их Дхамму, не уважающий чистых умом людей, не знающий и не практикующий их Дхамму, не распознает, на какие мысли стоит направлять внимание, а на какие не стоит. По этой причине он не направляет внимание на подходящие мысли, а вместо этого направляет внимание на неподходящие. И каковы эти неподходящие мысли, на которые он направляет внимание? Это любые мысли, направление внимания на которые вызывает чувственное желание, которого в этом человеке еще не было, а также увеличивает уже возникшее чувственное желание, вызывает загрязнение становления, которого в этом человеке еще не было, а также увеличивает уже возникшее загрязнение становления, вызывает загрязнение неведения, которого в этом человеке еще не было, а также увеличивает уже возникшее загрязнение неведения. Таковы неподходящие мысли, на которые он направляет внимание? И каковы подходящие мысли, на которые он не направляет внимание. Это любые мысли, направление внимания, на которые не вызывает чувственного желания, которого в этом человеке еще не было, а также устраняет то чувственное желание, которое уже было. Не вызывает загрязнение становления, которого в этом человеке еще не было, а также устраняет то загрязнение становления, которое уже было. Не вызывает загрязнение неведения, которого в этом человеке еще не было, а также устраняет то загрязнение неведения, которое уже было. Таковы подходящие мысли, на которые он не направляет внимания. Из-за того, что он направляет внимание на неподходящие мысли и не направляет внимание на подходящие, в нем возникают те загрязнения, которых еще не было, а те загрязнения, что уже были, увеличиваются. И каким образом он неправильно направляет внимание? Был ли я в прошлом? Не было ли меня в прошлом? Чем я был в прошлом? Каким я был в прошлом? Будучи чем я был таким в прошлом? Буду ли я в будущем? Не будет ли меня в будущем? Чем я буду в будущем? Каким я буду в будущем? Будучи чем я буду таким в будущем? Или вместо этого он внутренне запутан в настоящем? Есть ли я? Нет ли меня? Что я? Каков я? Откуда взялась эта моя душа. Куда она уйдет? По мере того, как он продолжает так неправильно направлять внимание, у него появляется одно из этих шести воззрений. Воззрение. Нет, я для меня. Твердо укореняется в нем, как истинное. Воззрение. Есть, я для меня. Твердо укореняется в нем, как истинное. Воззрение. Собой я познаю себя. Твердо укореняется в нем, как истинное. Воззрение. Собой я познаю не себя. Твердо укореняется в нем, как истинное. Воззрение не собой я познаю себя. Твердо укореняется в нем, как истинное. Или воззрение. Это мое я является тем, что осознает ощущения здесь и там, которые являются результатами хороших и плохих дел, и это самое я, постоянно, непрерывно, вечно и не подвержено изменению, будет таким в течение вечности, появляется у него. Это называется чашей воззрений, грудой воззрений, искажением воззрений, спутанностью воззрений, путами воззрений, скованный путами воззрений, необученный, заурядный человек, не освобожден от рождения, старения, смерти, от печали, стенания, боли, горя и отчаяния. Он не освобожден, я говорю вам, от мук и страданий. Хорошо обученный ученик благородных, тот, кто уважает благородных, хорошо знает и практикует их Дхамму, кто уважает чистых умом людей, хорошо знает и практикует их Дхамму, тот распознает, на какие мысли стоит направлять внимание, а на какие не стоит. По этой причине он не направляет внимание на неподходящие мысли, а вместо этого направляет внимание на подходящие. И каковы эти подходящие мысли, на которые он не направляет внимание? Это любые мысли, обращение внимания на которые вызывает чувственное желание, которого в этом человеке еще не было, а также увеличивает уже возникшее чувственное желание. Вызывает загрязнение становления, которого в этом человеке еще не было, а также увеличивает уже возникшее загрязнение становления. Вызывает загрязнение невидения, которого в этом человеке еще не было, а также увеличивает уже возникшее загрязнение невидения. Таковы неподходящие мысли, на которые он не направляет внимание? И каковы подходящие мысли, на которые он направляет внимание, это любые мысли, направление внимания на которые, не вызывает чувственного желания, которого в этом человеке еще не было, а также устраняет то чувственное желание, которое уже было, не вызывает загрязнение становления, которого в этом человеке еще не было, а также устраняет то загрязнение становления, которое уже было. Не вызывает загрязнения неведения, которого в этом человеке еще не было, а также устраняет то загрязнение неведения, которое уже было. Таковы подходящие мысли, на которые он направляет внимание. Из-за того, что он не направляет внимание на неподходящие мысли и направляет внимание на подходящее, в нем не возникают те загрязнения, которых еще не было, а те загрязнения, что уже были, устраняются. Вот таким образом он правильно направляет внимание. Это страдания. Это причина страдания. Это прекращение страдания. Это путь, ведущий к прекращению страдания. По мере того, как он таким образом правильно направляет внимание, три путы отбрасываются в нем. Воззрение о я, скептические сомнения, привязанность к обрядам и церемониям. Это называется загрязнениями, которые следует устранять видением. Второе. И какие загрязнения следует устранять сдержанностью? Вот монах с правильным памятованием охраняет дверь глаза. Если бы он не контролировал свою способность видеть, неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, охватили бы его, когда он охраняет дверь глаза. С правильным памятованием он охраняет дверь уха. С правильным памятованием он охраняет дверь носа. С правильным памятованием он охраняет дверь языка. С правильным памятованием он охраняет дверь тела. С правильным памятованием он охраняет дверь ума. Если бы он не контролировал свою способность думать, неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, охватили бы его, когда он охраняет дверь ума. Это называется загрязнениями, которые следует устранять сдержанностью. Третье. И какие загрязнения следует устранять использованием? Вот монах с правильным памятованием пользуется одеянием просто для того, чтобы защититься от холода, защититься от жары, защититься от укусов мух, комаров, защититься от солнца, ветра и ползающих тварей. Он пользуется одеянием просто для того, чтобы скрыть те части тела, что вызывают чувство стыда. С правильным памятованием он употребляет пищу, собранную как подаяние не ради развлечений, не ради упоения, не ради откорма и украшения, а просто для того, чтобы продолжить жизнь этого тела, устранить его недуги, тем самым поддержать ведение святой жизни. С мыслью, так я устраню старые чувства голода и не создам новых чувств от переедания. Я поддержу себя, не буду порицаем, буду жить в благоразумии. С правильным памятованием он использует жилище просто для того, чтобы защититься от холода, защититься от жары, защититься от укусов мух, комаров, защититься от солнца, ветра и ползающих тварей. Он пользуется жилищем просто для того, чтобы скрыться от непогоды и радоваться затворничеству. С правильным памятованием он использует лекарства для излечения болезней, просто для того, чтобы защититься от мучительных ощущений из-за болезней, что уже возникли, и предотвратить другие заболевания. Неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, что могли бы возникнуть в нем, если бы он не использовал таким должным образом этих вещей, в нем не возникают, по мере того, как он использует их так. Это называется загрязнениями, которые следует устранять использованием. И какие загрязнения следует устранять терпением? Вот монах терпит с правильным памятованием. Он терпит холод, жару, голод и жажду. Терпит укусы мох, комаров, ветер, солнца и ползающих тварей. Он терпит возникающие неприятные и недружелюбные слова и телесные ощущения, болезненные, мучительные, острые, пронзающие, противные и угрожающие жизни. Неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, могли бы возникнуть в нем, если бы он не терпел всего этого. В нем не возникают, по мере того, как он терпит. Это называется загрязнениями, которые следует устранять терпением. Пятое. И какие загрязнения следует устранять избеганием? Вот монах с правильным памятованием избегает встречи с диким слоном, с дикой лошадью, с диким буйволом, с дикой собакой, со змеей. Он избегает пней, колючек, пропастей, обрывов, выгребных ям, канализаций. С правильным памятованием он избегает сидеть в ненадлежащих местах или заходить в неподходящие жилища. Он избегает общения с плохими друзьями, что бросило бы тень подозрений в неблагом поведении по отношению к нему среди его знающих друзей по святой жизни. Неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, что могли бы возникнуть в нем, если бы он не избегал всего этого, в нем не возникают, по мере того, как он этого избегает. Это называется загрязнениями, которые следует устранять избеганием. Шестое. И какие загрязнения следует устранять уничтожением? Вот монах с правильным памятованием не терпит возникшую мысль о чувственных наслаждениях. Он отбрасывает ее, уничтожает ее, рассеивает ее, истребляет ее. С правильным памятованием он не терпит возникшую мысль о недоброжелательности. С правильным памятованием он не терпит возникшую мысль о жестокости. С правильным памятованием он не терпит возникших неблагих, неумелых умственных качеств. Он отбрасывает их, уничтожает их, рассеивает их, истребляет их. Неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, что могли бы возникнуть в нем, если бы он не уничтожал всего этого, в нем не возникают, по мере того, как он это уничтожает. Это называется загрязнениями, которые следует устранять уничтожением. Седьмое. И какие загрязнения следует устранять развитием? Вот монах с правильным памятованием развивает осознанность, как фактор просветления, потворствуя уединению, бесстрастию, прекращению, отпусканию. Он развивает исследование Дхаммы, как фактор просветления, усердие, как фактор просветления, восторг, как фактор просветления, успокоение, как фактор просветления, сосредоточение, как фактор просветления, непоколебимость, как фактор просветления, потворствуя уединению, бесстрастию, прекращению, отпусканию. Неблагие, неумилые качества, такие как жажда или волнение, что могли бы возникнуть в нем, если бы он не развивал всего этого, в нем не возникают, по мере того, как он это развивает. Это называется загрязнениями, которые следует устранять развитием. Когда загрязнения в уме монаха, которые следует устранить видением, отбрасываются посредством видения. Когда загрязнения, которые следует устранять сдержанностью, отбрасываются посредством сдержанности. Когда загрязнения, которые следует устранять использованием, отбрасываются посредством использования. Когда загрязнения, которые следует устранять терпением, отбрасываются посредством терпения. Когда загрязнения, которые следует устранять избеганием, отбрасываются посредством избегания. Когда загрязнения, которые следует устранять уничтожением, отбрасываются посредством уничтожения. Когда загрязнения, которые следует устранять развитием, отбрасываются посредством развития, то тогда его можно назвать монахом, который пребывает сдержанным, со сдержанностью по отношению ко всем загрязнениям. Он отрезал жажду, порвал путы, и правильным образом, постигнув самомнение, он положил конец страданиям. Так сказал Благословенный. Обрадованные монахи восхитились его словами. Примечание. Вызывает загрязнение становления. Становление бхава означает появление существа в одном из трех миров сансары – мире чувств, мире форм, бесформенном мире. Вызывает загрязнение неведения. Неведение в кратком варианте определяется как незнание и непонимание четырех благородных истин. Три путы отбрасываются в нем. Здесь перечислены три нижних путы, привязывающих к сансаре. С отбрасыванием этих трех пут человек становится вступившим в поток – сатапана. И в течение семи жизней максимум, в обязательном порядке достигнет полного просветления, то есть устранения всех десяти сансарных пут. Это называется загрязнениями, которые следует устранять использованием. Имеется в виду, что загрязнения устраняются, если необходимые для жизни вещи используются с правильным пониманием их использования. Он развивает исследование Дхаммы как фактор просветления, усердие как фактор просветления, восторг как фактор просветления, успокоение как фактор просветления, сосредоточение, непоколебимость, потворствуя уединению, бесстрастию, прекращению, отпусканию. 7 факторов просветления.